Всем привет! В эфире специальный юбилейный выпуск заметок о Черкесии, посвященный празднованию Республики Адыгея. Итак, этот выпуск я решил посвятить создателю, собственно говоря, современной Республики Адыгея, человеку, посвятившему всю свою жизнь именно созданию отдельной государственности в рамках российского государства как целого у черкесов. Итак, речь пойдет о человеке, о фамилии которого вы многие наслышаны благодаря тому, что его именем названа улица в Краснодаре, речь пойдет о Шахангирее Хакурате. Полное его имя Хакурате Шахангирей Умарович или как его еще называли по имени Шаханчерий. Родился он 10 мая 1883 года в ауле Хаштук в семье обычного крестьянина, мусульманина по вероисповеданию. В 1898 году Хакурате поступил на учебу в школу в соседнем ауле Панахес, где, отучившись, оттуда поступил в Екатеринодар, в Кубанскую военно-фельдшерскую школу, где проявились его первые таланты. Он стал первым фельдшером, адыгом по происхождению в Российской империи. Значит, оттуда, благодаря своим талантам, как бы его приметили и приняли на работу в Кубанскую войсковую сельскохозяйственную школу. Сам по себе Хакурате был очень активным, умным парнем. И все это в сочетании с юношеским максимализмом привело его в 1903 году, уже к 20-летию, в ряды социал-демократов. То есть он был противником закостенелой имперской власти. Здесь он стал очень сильно проявлять себя, свою активность, стал таким ярым революционерам, распространял агит информацию, вербовал сторонников среди своих коллег и учеников. И таковая деятельность, естественно, не могла остаться без внимания властей. Поэтому в 1908 году по какой-то поступившей информации провели полицейский обыск в школе этой сельскохозяйственной, изъяли целую кучу литературы, вот этой вот запрещенной партийной у Хакурате. Результатом его обыска стало снятие с должностей своего ряда преподавателей школы. А самого Хакурате с учеником Янпольским отправили из Кубанской области в Вологодчину по личному приказу наказного атамана Бабича. Сына того самого Бабича, Павла Денисыча, который до того, в середине 19-го века, покорял натухайцев и бжедухов в Кавказскую войну. В последующие годы Хакурате провел в Центральной России, активно работая в партии социал-демократов до самой революции. С началом революции Хакурате поступает в войска Красной Армии и РКК и сражается с белым движением в их рядах на территории России. В апреле 1920 года Хакурате поступает в армию Буденного, с которой вместе участвует в ряде сражений на территории Украины. Пробовал он там недолго, буквально два месяца. К июню 2020 года Кубанско-Черноморский комитет комиссической партии РКПБА отзывает его на Кубань для того, чтобы здесь его силы применить для восстановления разрушенного гражданской войны хозяйства. В этом году он поступает в первую конную армию и с ней вместе поступает на фельдшерскую работу в совхозе Абрао-Дюрсо. Однако там он довольно краткое время пробыл фельдшером и довольно быстро перешел в политическую работу, став секретарем партийной ячейки совхоза Абрао-Дюрсо. И опять же, совсем через короткое время, буквально через месяц его с этой должности снимают и переводят в тогда уже Краснодар, назначая председателем Горского исполнительного комитета. Это тогда был такой представительный орган черкесов в Кубанской области, поскольку своей администрации у них не было. Тут надо отметить, что первый опыт черкесской государственности в рамках Советского Союза у черкесов уже имелся. В Краснодаре пытались создать мусульманскую секцию при советском правительстве Кубани, которая должна была, скажем так, отражать интересы черкесов. Особо как бы она такое развитие не получила. И как бы всю эту деятельность, этот опыт этой деятельности перенял Хакураты, который в 1921 году, будучи признанным уже Горского исполнительного комитета, значит, объединил все Аульские революционные комитеты Краснодарского отдела, Майкопского отдела, Туапсинского и Таманского в одно целое для начала. А, еще Туапсинского, простите, в Кубанско-Черноморской области. Так, с начала следующего года стало уже понятно, что у черкесов, черкесам требуется самостоятельная автономия, такая же и не меньше, чем у других народов Северного Кавказа, которые ее тогда активно получали. В январе того же года Горский исполком по главе Хакураты ставит вопрос перед Народным комиссариатом по делам национальности СССР о выделении черкесам отдельной автономии, значит, на области, которая будет включать в том числе и русские, и украинские поселения на этих территориях. Значит, на Кумнац тогда постановил выделить 44 аула Краснодарского и Майкопского отдела в отдельную автономию. Ну, как постановил, принял проект, скажем так. Однако местные власти, вот именно Кубанско-Черноморской области, их область в полком выступил против этого проекта, поскольку считал, что вот именно русские и украинские поселенцы этих земель, этих столичники, они откажутся вступать в такую автономию. Ну, Хакурата не сдался. Через два месяца он создает совместную комиссию, которая проводит опрос жителей как раз не черкесских селений будущей автономии по части вхождения их в такую автономию, если она будет создана. Значит, по результатам опроса, ну, как бы они были различными, эти результаты опроса. Кто-то соглашался сразу, кто-то какие-то свои условия выторговывал. Есть только малоизвестный факт, что жителям некоторых не черкесских селений сама область отказала вступать в автономию, хотя сами они были не против. В частности, это несколько селений современного Белореченского района. На основании вот этих опросов и текущего проекта, составленного Хакурата, которым обосновывал своевременно создание такой автономии летом 21-го года, в срочном порядке вновь собирается комиссия из представителей Горского исполнительного комитета, собственно, Хакураты, представителей Черноморско-Кубанской области и представителей из Москвы. из РСФСР. Где ставится, значит, вопрос принятия проекта уже полноценного создания, называлась она тогда «Черкесская», в кавычках «Адыгейская автономная область». Значит, и, собственно говоря, через месяц этот проект в Москве получает положительный отзыв, и через два месяца, 27 июля 22-го года, выходит в свет постановление в ЦИК СССР о создании такой автономии, так называемой «Черкесской», в скобочках «Адыгейской автономной области», состоявшей из аулов как черкесов, так и из станицы поселений русских и украинских поселенцев. Делится она на три округа – это Псикубский, Шерванский и Фарский, вдоль речки Кубани, и, соответственно, Белый. То есть это довольно узкая полоса земли, которая представляет собой северный участок современной энергии вдоль рек. Параллельно существовал еще один проект, который продвигался группой черкесских национальных деятелей во главе с Юсуфом Натучи. Значит, проект этот был более импетенциозный. Он, значит, состоял в том, что это должна быть не автономия у черкесов, а полноценная республика в рамках СССР со столицей в Туапсе, которая будет состоять из отдельных, как называли их, кантонов, то есть округов. В частности, Псикубский округ, Лобинский округ, Армавирский, Туапсинский, Таманский. Ну и все, в принципе. Этот проект был слишком амбициозным, естественно, его как бы не продвинули нигде. Значит, и вот после создания в июле 22-го года черкесская автономия, она была тут же переименована, дополнительно поменяли слова местами, то есть стала она адыгейской, а в скобочках черкесской автономной областью. Как бы в ЦИК СССР обосновывается тем, что уже существует автономия, короче, в Черкесии, черкесской автономии, и дабы не было путаницы, лучше вот именно так поменять местами. Таким образом, фактически было создано искусственное национальное образование адыгейцы, то есть черкесов их просто разделили, и те, кто проживал на территории сегодняшней республики Адыгей и черкесов, их выделили, обозвав таким вот отдельным названием адыгейцы, которое по сей день не закрепилось. Были в области в первые годы ее существования постоянное как бы трение по поводу границ. Сам Хаккурата постоянно разъезжал по разным селениям аулами и пытался разрешить эти вопросы, именно определение разграничения границ между аулами и селами Кубанской Черноморской области и вновь созданной черкесской автономией. Привлекал для этого активно самих жителей этих аулов и станиц. Как поставил в декабре 2022 года первый съезд советов Адыгеи, что само создание этой республики было первым серьезным шагом к самосознанию адыгов, черкесов, к их сохранению, их традиций и обычаев, путем выделения их в автономию. И первый съезд при этом состоялся в ауле Хакурина-Хабль. Дело в том, что вот в этой вновь созданной автономии не было городов. То есть Майкоп тогда еще не входил в черкесскую автономию и в основном это были аулы, поэтому как бы такого представительного места для администрации не находилось. И обл. исполком, то есть сама администрация этой черкесской автономии, она находилась в Краснодаре, в здании бывших... в зеленом здании бывших купцов Богорсуковых на углу Красной и Гимназической. А аул Хакурина-Хабль, он исполнял роль такого исполнительного центра, где непосредственно куда... из которого непосредственно самодеятельность производилась, исполнительная на местах. И съезды, соответственно, тоже в ауле Хакурина-Хабль проходили. Со временем создания этой автономии Хабрата развивает такую активную бурную деятельность по ее развитию. Значит, в 24-м году он получает Красное Знамя, такую награду очень серьезную советскую, за ликвидацию бандитизма в Адыгее. Значит, тогда же начинается активное строительство школ, училищ в адыгских аулах и в Краснодаре в том числе. Развивается местная культура, поддерживаются всяческие разные творческие коллективы. Значит, Хакурина-Хабрата активно встречается непосредственно с населением лично, выбирает среди молодежи самых таких, по его мнению, грамотных, самых перспективных людей и, значит, он их продвигает на определенные должности, по карьерной лестнице. Более молодых, из молодежи активно отправляет, значит, на учебу в различные вузы по всему Советскому Союзу. По сути, он как бы кует именно национальные кадры. Параллельно им активно формируются правоохранительные органы, то есть это милиция, прокуратура, которая должна была обеспечивать порядок в черкесских аулах. Говоря, вся его деятельность, она посвящена укреплению не только самой государственности черкесской, но и так называемой дружбе народов, то есть отсутствию конфликтов между различными национальностями, проживавшими на ее территории. А сам Хакурата, как его писать, был довольно скромным, проживал в одноэтажном домике, всегда лично встречался с людьми. И в это же время активно проходит работа по внедрению систематизации адыгского алфавита, орфографии и грамматики. При активной поддержке самого Хакурата. Дело в том, что еще в начале 20 века существовало множество алфавитов на основе арабской письменности, которые пытались применить к адыгскому языку, черкесскому. Самый известный именно в Российской империи и потом в Советском Союзе был букварь лингвиста Ахмеда Аббекуха 18-го года выпуска, который Кубанский революционный комитет в Краснодаре принял и выпустил в тираж. На ее основе обучались в школах черкесы. На ее основании выпускались учебники, по которым мы его учили черкесским языком. Выпускалась пресса, выпускалась литература. А в то же время в черкесской диаспоре за рубежом существовал разработанный в 2010 году и выпущенный в Каире Мухаммедом Кемалем Кукухуажевым также букварь на основе арабского алфавита. При этом он был достаточно неудобный и там, и там, и тот, и тот, и тот в букваре, поскольку не отражал звуки адыгского языка хорошо. В 17-м году также в зарубежной диаспоре появился первый букварь черкесского языка на основании латиницы, разработанный в Турции Бланау Батоковым, тоже иммигрантом. В России, значит, в СССР идея латинизации алфавитов, народов появилась в 23-м году и постановила набирать популярность в результате чего на следующий год был выбран лингвист Николай Феофанович Яковлев, который, значит, вместе с адыгским первым лингвистом Ашхамафом, Даудом, Ашевичем начал разработку букваря, то есть алфавита адыгского языка на основании латинской транскрипции. Значит, через год этот проект был уже готов, утвержден и активно с 27-го года стал активно использоваться, печататься, запускался в учебные заведения в качестве основного букваря. При этом арабская версия букваря как раз с 27-го года она была потихонечку сведена на нет. И вот с 28-го года активно используется именно этот букварь, составленный он был на кемергоевском диалекте адыгского языка, что повлекло впоследствии признание его основным официальным языком адыгеи. Именно этот диалект кемергоевский. Параллельно в 33-34 году создаются орфография и грамматика также на основании вот этого букваря. А к 38-му году когда пошла волна именно замены латиницы на кириллицу в Советском Союзе те же самые лингвисты успешно переделали этот букварь на кириллицу. Собственно говоря по сей день он используется и утвержден официально. Тем временем в 28-м году адыгейская кубочка в Черкесской автономной области была снова переименована из нее полностью исчезает слово черкесская теперь она становится просто адыгейская автономная область. В 31-м году вернее в 31-м году в адыгейской области была полностью ликвидирована неграмотность. То есть все население поголовно имело точнее минимальное необходимое школьное образование довольно большое число адыгов и их представители училась в крупнейших вузах СССР. Все это считается заслугами именно Хаккурата который активно проводил политику образования населения. Его за это очень хвалили. Та же допустим Крупская писала что именно благодаря Хаккурате адыгейская автономия она сравнилась по уровню образования с капиталистической Англией что в общем-то очень так придавало авторитета в глазах ЦИК СССР именно Хаккурата народная любовь к Хаккурате она была довольно такая сильная поддержка она позволила ему в свое время 8 раз переизбраться в качестве главы исполкома адыгейской автономной области к 302 году Хаккурате стал первым почетным секретарем адыгейской адыгейского обкома партии в это время активная поддержка идет как в скульптурной части так и в развитии промышленности сельского хозяйства в частности появляется адыгейское национальное издательство пресса появляется первая литература союз писателей адыгеи активно появляются эти училища многопрофильные самых разных областей в которые поступали свободно на учебу представители адыгеи строятся музеи дома культуры параллельно добивается проведения нитки трамвая от парка Горького к Яблоновскому мосту в самой адыгее строится промышленность развивается сельское хозяйство благодаря ему строится консервный завод в поселке Яблоновском однако пика развития адыгейской автономии аккуратно застать не сумел 5 декабря 1935 года он умирает в Кремлевской больнице от заболевания сердца 10 числа октября того же года проходят такие обширные похороны в городе Краснодаре при большом скоплении людей его хоронят в сквере напротив адыгейского областполкома на гимназической ныне это хоронят его по черкесскому обычаю и на месте его могилы ставят памятник ему самому то есть было почетное захоронение и памятник также после его смерти активно переименовываются улицы в Краснодаре Майкопа и Винской хаулах адыгей в частности в Краснодаре переименовали улицу Рабфаковскую которая ныне назовется гимназическая переименовали училище в котором учился фельдшерская в Адыгее был переименован Тахтамукайский район Хакуратинский район и сам сквер собственно Гарри Жукова современный он также был назван сквером Хакурата в следующем 36 году продолжается активное развитие адыгейской автономной области к ней присоединяется довольно обширный участок бывшая Кубанская Черноморская области Майкопск Майкопская область с центром в городе Майкоп куда собственно говоря и переносится обл. исполком Адыгейской автономной области то есть все органы управления и город Майкоп становится столицей от Адыгейской автономной области но к сожалению лучи славы Хакураты были омрачены политическими играми значит в 38 году партия противников вот этой его деятельности выступает значит в областполкоме где оговаривает Адыгейский областполком и всех бывших соратников Хакураты а его самого посмертного вражеской деятельности объявляет их врагами народа значит Адыгейский областполком подвергается политическим зачисткам а собственно говоря в Краснодаре в одну ночь буквально уничтожается памятник Хакурата вместе с почетным захоронением его просто сравняли и там к утру посадили цветочки по поводу судьбы тела самого Хакурата до сих пор идут споры то есть по одной из версий он так остался там похоронен по другой версии якобы его выкопали и кремировали прах развеев ну как бы это остается загадкой для нас родственники Хакурата его потомки пытались обращаться с запросами о эксгумации тела но им отказывали всячески сама улица Хакурата ныне гимназическая была перевинована в улицу Ежова которого быстренько расстреляли ее тоже переименовали в улицу Ворошилова ну и так далее еще очень много раз она переименовывалась на училище Тахтамукайскому району вернули их прежние названия и сама вот память публичная ох аккурат настиралась активно тем не менее сама автономия продолжала жить и развиваться вот в том же допустим в начале сорокового года к ней присоединили еще не очень один небольшой район Куржарский сельский совет Тульского района Краснодарского края который очень долго был спорным районом территориальным внутри вот этой вот присоединенных частей Черкесии Адыгейской автономной области таким образом завершив административный спор а после войны в 1962 году к автономной области Адыгейской присоединили обширный горный район к югу от Майкопа и таким образом окончательно сформировали ее современный вид какое имеется у нее по сей день в республике Адыгея значит самого Хакрата оправдали только в 1967 году однако захоронение его не восстановили ни памятника ни захоронений ни большинство улиц училищ там районов не было переименовано обратно единственное только лишь улица Крестьянская в Краснодаре была переименована в улицу Хакрата какого ее подсиденья не является памятники ему пытались установить и по сей день пытаются установить в том же Майкопе например но к сожалению этот вопрос никак не может не сединиться с мертвой точки единственный памятник Бюст Хакрата имеется в ауле Фипсип который был установлен в 1967 году сразу после его оправдания и стоит там по сей день ну а что касается самой праздничной даты 5 октября значит происходит она из события уже более поздних времен значит свершилась это 5 октября 90-го года когда была публично произошла на самостоятельность адыгейской СССР в рамках Советского Союза была ли выбрана такая дата специальная или нет это остается загадкой то есть совпадение смерти аккурата даты создания по сути независимой адыгейской СССР в декабре того же года 90-го значит на основании вот этой самостоятельности адыгейской СССР она вышла из состава Краснодарского края окончательно отделившись от него а через два года в марте 92-го года была произошла уже республика адыгей собственной конституцией принятой в мае того же года и с тех пор ведет как бы свою государственность текущая республика адыгей то есть с тех пор прошло 26 лет как показывали последние опросы современная черкесская молодежь ничего не знает или знает но очень мало о создателе республики адыгей что очень удручает в общем-то и так на этом все я поздравляю всех жителей адыгей с этим праздником желаю дружбы и процветания вашей республики долгие годы всем пока